Батюшкин Кулакал сказал по поводу того, что это материнская энергия. Но со стороны Бога это, скорее, как сострадание, милосердие, да, вот, проявляется. То есть, если мы теологически, мы не будем дружать. Я понимаю, что вы как сооружающий кабель теологический, какой кабель, да, понятно. А то я завязан, но я возьму лицо, слово, да. Мы с удовольствием проситим ваши лекции, и вы обязательно молодежь приведем туда. Ну вот есть такой замечательный театр, который называется «Театр про сподушных». Там, в Москве. Вот сегодня Игорь Небокуев, главный режиссер этого театра, он ставит пьесы с детьми, которые синдром Дамм. И очень понятно, что это все равно со стороны нашего общества это милосердие. Потому что мы не можем, понимаете, как вот в свое время, увидеть, она тоже была концепция «Очись, очительную нацию». Там, слышать всегда явление, то тогда, и все было чисто. Вот, это потерпело кратко. Вот, и вот то, что в обществе есть вот эти километрии. Значит, также у Тариса, вот, благотворительный фонд, по которому присоединился, кстати, обязательно задали вопрос, и он расскажет на него. Я хотел бы, чтобы Игорь Небокуев немножко рассказал, как ему пришла эта идея, и вот последний постановок. Передайте, пожалуйста, Игорь. Да, 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 спасибо. Я сегодня действительно представляю театр простодушных, и у нас театр, знаете, такой, это там семейственность в прямом и переносном смысле. Почему? Потому что на сцене вот люди с синдромом Дауна, которые настолько убедительны и выразительны, и даже могут конкурировать с профессиональными притворщиками, артистами, которые забыли, может быть, уже для чего учились этой профессии. Но за кулисами их родители, костюмеры, они выступают как ассистенты режиссера, они дома с ними готовят роль. То есть очень большое значение имеет вот кто рядом с этим артистом, как мать или отец или родные их, что, ну, могут ли они их поддержать, могут ли они им помочь для того, чтобы получить вот этот успех на сцене. Вот я хотел пригласить вот семейных фотографов к нам за кулисы, вы можете снять замечательные, ну, вот, как вам сказать, документы вот этой любви материнской, искренней. И у нас тоже есть свои традиции, и вот завтра будет, 21, да, 21 марта отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. И мы вот уже несколько лет играем в этот день свои спектакли, и я, кстати, пользуясь случаем приглашаю вас, приходите, это, ну, можно узнать на сайте театрпросто.ру, где это все будет. И вот в заключение мне хотелось бы вот напомнить вам, как начинается роман графа Льва Толстого, Анна Каремина. Счастливые семьи, счастливые одинаково, несчастные семьи, каждая по-своему. Но, вот, наблюдая уже 12 лет, вот, семьи своих артистов, я вижу, что, да, там, по-своему они несчастны, каждая по-своему. Но, если бы это были несчастные семьи, они бы не смогли быть вместе со своими детьми. Я вижу, что преодолевая вот даже все, что с ними происходит, они счастливы. Вот так, спасибо. Спасибо, что вы пришли к нам. Вот, завершая нашу пресс-конференцию, раз уж мы ее анонсировали в таком семейном ключе, я бы вот хотел попросить наших высоких гостей, я понимаю, что это такая, может быть, несколько исповедальная тема, но, тем не менее, может быть, поделиться какими-то теми, теплыми, ласковыми моментами воспоминаний о семейных традициях, которые вот до сих пор злеют сердце. Потому что я думаю, что на Руси вот даже и светлый чистый гений Хушкина не смог бы появиться, если Барина Родионова не рассказывала бы ему сказки, да, нашему замечательному Александру Сергеевичу. У каждого что-то был такой опыт. Николай Петрович, вот, просто у вас вот хотели, к народному очистку. Пресс-конференция перетекает в формат такого есть уже глобального симпозиума. Это же здорово. Да, я не буду говорить о моей семье, я четвертый ребенок, и папа и мама прожили. Вместе более 60 лет и стали единственной парой в районе центра Москвы, которые тогда честно уже закончили. Просто я уже ощущаю, что у нас тут сколько-то заканчивает, и я бы еще охочил вот чем. Мы все в этот день здесь укрепились и стали сильнее, поскольку теперь этот конкурс не один, а вот уже прибавился еще, и такой гигант, как золотой витязь, который охватывает все, и предложил, что модель духовного спасения России. После того, как золотой витязь приходит в какой-то регион, в Рязани, допустим, кстати, мы там вот так смотрели ваши отменили рязанцы, что вот те 10 дней, пока мы показывали вот это чудо, фильмы, которые соответствуют дивизию за нравственные, крестьянские идеалы за повышение души человека, они зафиксировали их УВД и медики резкое понижение присутствия на команде и самоубийство. Вот как мы все вместе можем действовать. Поэтому, оканчивая общение наше, я бы окончил призем, вставаясь, страна огромная на бою за душу человека. Вы еще не услышали. Скрелся, как он начал по подальше. Ну вот, бачка тогда, мы все, что мы себе завершили, не завершите такие слова. Выусловляю меня поучаствовать по приглашению организаторов в этой ВИК-конференции, наш правящий архиерей Владимир Павел сказал, что это белое духовенство, женатые священники должны семейные ценности рассказывать. Поэтому я, в ответ на ваш вопрос, все-таки сформулирую, не считай противного, как шутила одна матушка, остроумная, в диалоге нашим, при присутствии ее супруга, замечательного батюшка, сказал, что, видишь батюшка, Игорь Ильич, насмотрелся на нашу семейную жизнь и стал монахом. Конечно, монашиство не отмечали от ускорбления к высшему, но, тем не менее, мы, конечно же, все знаем, что еще скорби и неустроенности в нашей постсоветской действительности, в этом неустроенном институте супружества. И поэтому, конечно, у каждого есть любимые и почившие, живые бабушки, дедушки, моменты, которые даже не пересказываются формально, а вот та безупречная любовь, доброта, жертвенность, которую мы видели в наших родителях. Вы знаете, мне вспоминалось, как у нас наши разговоры, последний фильм Эдмара Бергмана, Сарапанда, где, собственно, все действие вокруг фотографии женщины, которые уже два года нет в живых. Но ее родность, ее любовь к каждому чьему семьи, готовность по термете, она совсем не ночная. Но осталась только ее фотография, и без нее и все обращено к ней, все сердца. Эта личность жила, и потому что у Бога все живы, и потому что эта фотография остается центром семейного упования, какого-то утешения для всех. Поэтому думаю, что все-таки в каждой семье, и каким бы каждый из нас своей персональной, не вспомнил бы нюансы или особенности, но будет пленен именно той жертвенностью, христоподражательной жертвенностью, которой и обеспечивается вот это в семье и любовь, и традиция, и привязываясь друг к другу, и то благословенное потомство, на которое мы все надеемся, в том числе и в нашей России. Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, что очень важный факт, что воспитывая семейные ценности, семейные традиции своих детям, мы вольно формируем в них любовь к своей стране, по крайней мере, что очень важно, и для нашей России, и для ее будущей. Мы тоже не вольно, вольно. 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 Да, вольно. Потому что жить с верой, у Бога с верой в себя и свою страну, гораздо легче, и мы надеемся, что лучшие кадры не будут уезжать из нашей страны, а останутся в день, и мы будем понимать, что очень гордиться. Спасибо. Аплодисменты. Благодаря вам, патриотип, да будет в воле двое. Пожалуйста, Александр Александрович. Вы знаете, в контексте продолжения, что сказала Алиса, 23 числа у меня открывается выставка «Ленинградский проспект. Долг-Чепердность». Если у вас будет желание, посмотрите на нашу природу, на нашу родину. Глазами художника, русских народов. Всех приглашаю. Ну и, конечно, давайте все вместе. Я готов начать делать книжку, о которой я сказал реально, фактически, а не просто поговорить, и все. Если будет как-то, давайте на мысль, я в студен проект, сколько чего и так далее, и будет жить с собой. Потому что это надо делать, просто делать. Нужно менять. Да, жизненно ценно. Замечательно. Александр Григорьевич, Ваше благословение. Мы, родители, прожили вместе более 50 лет. Мне, конечно, не нравится, это, так сказать, троих опытов. Своих свидетельствий. Но в целом, как бы, вот, в обращении кассиву, уходи же кассиву, если жизнь не разведа, то, ну, то, что я говорила, позвоните родителям, а сейчас есть интернет, поставьте родителям в компьютер, разговаривайте, поскальни. Спасибо. Выборожает. Очень хорошо. Очень практическое. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Анжел, пожалуйста. Как вы все знаете, в индийской традиции есть очень много йоги и медитации. Я начала новую технику по йоге смеха, которая существует в 70 странах мира. У нас есть 6,000 клубов по смеху йоги по всему миру, кроме России. Это очень шокирует. Россия больше всех нуждается в том, чтобы смеяться и чтобы быть счастливым, потому что, когда вы счастливы, вы можете сделать свою семью счастливой. Если вы не счастливы, вы не можете объединить свою семью вместе. Спасибо. Отдай вам совет принимать. Можно назвать вашей юридике не только love, а еще и love, смех и любви. Может быть, вот так. Спасибо. Это и смех, и любовь. И вы увидите эту связь, тогда вы попробуете. Спасибо. Я очень быстро скажу, буквально два слова. Очень часто приходят теми, которые, ну, или мужчины, или женщины, например, говорят, что я третий раз выхожу замуж, у меня встречается муж-алкоголик, я развожусь. Я там 15 раз наступаю на одни и те же графли, у меня получается вот так. Вы знаете, я за то, чтобы семьи сохранялись, и за то, чтобы каждый раз, когда человек приходит, он спрашивал, вот у нас есть замечательные отношения, и я хочу узнать, насколько вот эти отношения можно подлезть и сделать бы их более обновленными. Поэтому вот за традицией того, чтобы семьи сохранялись. Доброе спасибо. Благодаря, друзья, я думаю, что вот такое почетное право завершить нашу, как вот рекламу нашу конференцию семейную Марину Кутераеву, просите сказать несколько слов. И отчаяния, отчаяния, как мы будем развивать этот фестиваль, что на сердце у него. Мы все сказали, абсолютно все даже притмичное. Одно слово. Да, мы так делали, это плохо, и когда я не знаю, что... Я пролюстывала. Я смотрела на эти лица, и я молюсь, и Бог открывает. Ну то, что мы сейчас здесь, это он тоже с нами. Да, и ты. Да, большое спасибо. А я буду пахать, а я буду делать. Ну что ж. За это замечательное место для нас, что за соборность. С Богом. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.